Здравствуйте, уважаемая аудитория. Мы в эфире программа «Культурный код». Позади короткий наш новостной блог традиционный. В этом часе мы поговорим с гостями республиканской столицы. В гостях у нас находится Антон Калипанов, режиссер-постановщик, а также Ольга Шайдулина. Также является режиссером-постановщиком, композитором. И, кроме того, стоит заметить, создателем уникального авторского театра «Кукол». Таратум, который называется. Надеюсь, правильно произнес. Неоднократно они также становились лауреатами престижных международных фестивалей, среди которых, конечно же, Российская национальная премия «Золотая маска». Добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю, что нашли время с нами поговорить. И, скажем так, за кулиси эфирном удалось выяснить, что вы впервые в республиканской столице. Ну и, собственно, впервые сотрудничаете с нашим национальным театром имени Тапанова. Что, собственно, вас привело в наш город? Наш город пригласил главный режиссер театра Тимур Казнов. Мы с ним уже давно работаем, давно сотрудничаем в Москве. И он стал тут работать год как главным режиссером, и он нас пригласил, чтобы мы сделали на малой сцене, потому что он хотел, чтобы мы сделали на малой сцене. И мы любим работать на малой сцене. И вот мы к вам приехали, а год назад он нас позвал. И мы как бы год практически готовились к этой постановке, и вот мы здесь. Да, Тимур Казнов также был у нас в эфире некоторое время назад. Но тогда он был в качестве приглашенного, опять же, режиссера, в принципе, и только-только начинающим сотрудничать. Сейчас уже оказывается, в принципе, главный режиссер. И вот ссылаясь на текст, скажу о том, что вы сейчас работаете над постановкой, которая называется «Сорен. Сказка о ненастоящем страхе». Почему именно это произведение? Ну, мы всегда выбираем тему, о которой нам важно говорить самим. И вот как-то мы так почувствовали, что сегодня хотелось бы поговорить о страхе. В том числе этот спектакль же предназначен для репертуара, на который ходят с семьями. И у нас у самих растет дочь, ей сейчас 6 лет. И кажется, что маленький человек еще не накопил багажа такого, чтобы качественно бояться. На самом деле нет. Страх – это такое понятие, которое соединяет и взрослых, и детей, и подростков в такое вот единое пространство. И мы выбрали эту тему, потому что нам кажется, что сегодня про это интересно и нужно говорить со всей семьей, которая придет к нам на спектакль. – Да, еще короткая справочная информация. Культура малой родины – такой есть федеральный проект. И, собственно, благодаря этому и происходят такие обменные гастроли. Ну и, в принципе, гастроли сегодня сотрудников театра по всей стране. Но имеет при этом постановка вот такой вот, можно сказать, характер. – Национальный, безусловно, конечно. – Эпос, расшифровывая в некотором плане. – Да, ну, во-первых, Сарын, не Сарын. – Да, да. – Да, это Сарын. – Переводчик как песни. – Моему стаду, я живу в республике. – Переводчик как песни. И, конечно, основа всей нашей пьесы – это Хакаскепс. Помимо Эпоса есть еще история про Сарын, ее бабушку и всех наших остальных героев. – А вообще работа с Эпосом, ну, не с Хакасским, пускай с другим национальным, для вас не в новинку? – Честно? Нет. – Честно, мы это любим. – Мы очень любим, да, ездить по республикам. Мы также любим делать спектакли, которые были приурочены к определенному месту. И нас уже, после количества неких постановок, нас стали уже звать такими режиссерами-антропологами. – Ну, шутку, конечно, здесь… – Шутку, да. – Такого определения нет. – И так получается, что мы приезжаем на место, в город, в деревню, потому что в том году мы ставили в селе практически, под Воронежем. И мы смотрим, мы напитываемся, мы ищем тему, ищем материал для нашего будущего спектакля. И тогда мы говорим, вот это мы делаем, делаем в такой форме. Мы питаем, напитываемся этим местом, этими истоками. И тогда уже мы придумываем материал и идем дальше на работу. Ну, в смысле, в спектакле. – Вы упомянули, что работа на малой сцене. И, в принципе, Вы работаете в основном, я так понимаю, с малой сценой. – Да, мы очень любим этот формат, потому что этот формат позволяет сократить дистанцию между зрителем и актером. И совершенно на другой интонации поговорить о тех темах, о которых мы хотим поговорить. И еще мне кажется, что малая сцена – это для меня, моего личного мнения, что это очень хороший вариант для именно детского зрителя. Потому что ты находишься непосредственно в диалоге со зрителем, у тебя нету, грубо говоря, четвертой стены, нет какой-то дистанции. И ты вместе с ним, и ты от него – это полтора метра. У нас, например, от артиста до первого ряда – это полтора метра, и мы вместе с ними, мы в одном пространстве. – Ну, на мой взгляд, делать детское произведение, может, отчасти, либо полностью, не знаю, именно содержание, намного сложнее. И вот вкладывать туда, опять же, категории зла, добра и всего другого, чтобы это было доступно детям, и несло смысл для взрослых, грубо говоря. – Ну, тут вот, как говорится, кто Корчик написал, да, по-моему, что вообще-то нужно не спускаться к детям со своего высокого роста, а наоборот подниматься до детей. Если в этом плане, если вы про это, то может быть в этом плане сложнее. Но затрагивать темы, которые якобы поймёт ребёнок, но будет скучно взрослому, такого, мне кажется, вообще в нормальном детском театре нет. Потому что дети интересуются абсолютно теми же темами, они просто, может быть, интересуются ими по-своему, в силу того, что это другое поколение, даже просто так, потому что это другие люди, которые пришли в этот же мир. Но эти темы, если ты действительно хочешь в них разобраться, они будут интересны и взрослым, и детям. И в этом плане разницы нет, так скажем. Но что касается форм и формата, конечно, там уже синхрофазотрон, например, не предлагаем изучить трёхлетнему ребёнку. Тут, конечно, есть деление. Ну, мы, не знаю, как-то, может быть, наши способности и зона интересов в этом, потому что мы этим театром занимаемся уже 13 лет, театром для детей, и каждый год там по два, по две премьеры именно для семейного просмотра мы выпускаем. Да, мы делаем именно для семейного просмотра, чтобы приходили и не сдавали дети, да, иногда бывает, как я купил билет ребёнку, а сам посижу в фойе, в телефоне. Нет, мы хотим, чтобы в театр приходили всегда семьи, там, мама-папа, там, ребёнок, либо там, мама-ребёнок. Ну да, наша идеальная картинка – это КАБА. Да, наша идеальная картинка, да, чтобы они приходили всегда вместе. Для чего? Да, как правильно Оля сказала, есть темы, мы делаем темы и для взрослых там есть, да, какая-то своя информация, и для детей. Дети воспринимают там информацию для взрослых по-своему. И чтобы потом состоялся диалог между родителем и взрослым, и тогда они поговорили, и вот эта вот магия театра, для нас это вот главное, чтобы они вот состоялся диалог, поговорили и ушли с чем-то, чтобы осталось здесь. Чтобы не просто пришла стайка детей, которые, в принципе… У которых, во-первых, не спросили, хотят ли они в театр, не каждый ребёнок, вот у нас, несмотря на то, что театральная семья, наш ребёнок отказывался ходить в театр до трёх лет. Ну, мы были вынуждены её брать на фестивали по всей России, она с нами, значит, таскалась, и она, как только выключался свет или становилось темнее, чем нужно, она кричала, навязала «Ой, да ёй, да ёй, да ёй», и на этом, значит, заканчивалось посещение театра, хотя вот вроде бы театральный человек. А потом всё стало, ну, то есть, и многих детей, не спрашивая, хотят они, нет, просто вот, значит, принудительно, так скажем, витаминизируют театром. Мы думаем, что, наверное, это больше зло, чем добро, если честно. Ну, как бы, такой человек, как бы это не нужно ни зрителю в этот момент, да, когда они сидят в стайке, у них свои интересы, какие-то свои там дела. Нет, если, конечно, это качественная подготовка, то есть, если учителя, которые работают, прорабатывают эту тему, они рассказывают, что такое театр, что такое природа театра, да, что это такое за вид искусства, как он может помочь, как он может показать какую-то красоту, открыть новые какие-то миры. Конечно, когда такой класс приходит или такая группа детей приходит, они и смотрят по-другому, и для них это какая-то другая история. Это очень важно при работе с зрителем, так скажем, как-то организованно называется. Да, мы с этим сталкивались, и потом ещё, помимо того, что они посмотрели, и потом нам звонят, говорят, можно вы привезти к нам в школу, ещё раз как бы поговорите с нашими подопечными о вашем спектакле. Это вообще было круто, и мы там такие узнали вопросы, темы. И это вот, это вот, видимо, что вот этот класс, они подготовились, ну, они как бы, и они хотели идти. Там вообще была история, что они прочитали литературную основу, потом пришли на спектакль, нам сказали, мы хотели бы с постановщиками поговорить, потому что нам что-то показалось, и мы с вами пришли, мы потом вышли от встречи с ними обогащённые какими-то идеями, и то, что они нам рассказали, что они увидели, как они там трактовали какие-то штуки. Вот, и мы вот говорим много про семейный просмотр, но есть как бы ценз возрастной, да, есть 3+, 6+, там 12+, да, естественно, мы тоже занимаемся и 3+, и 6+, и 12+, и, конечно, у каждого, у этого возрастного ценза есть свои темы, есть свои интересы, да, поэтому мы вот тоже просим всегда, чтобы родители соблюдали этот ценз и не приводили, например, в трёх лет так на 6+, где написано, да, потому что абсолютно другие темы, а не те, которые волнуют своего трёхлетнего ребёнка. Они говорят, нет, мой ребёнок умный, он всё поймёт. Ну, и не те средства выразительности, которые можно работать, да, для трёхлеток, и для шестилеток совершенно разные. Да, а это абсолютно разные вообще планеты. 3, 6 и 12 – это огромные, вот, и поэтому мы даже вот так вот всегда, ребята, пожалуйста, написано 6, значит 6, ну, как бы от 6, да, вот, чтобы, и потому что всех свои темы, всех свои какие-то там желания. Ну, оказывается, весьма тонкая материя и имеет разницу всё-таки вот там 3 или 6-летний ребёнок. Да, но это не в подходе к работе, а именно в том, ну, как бы в развитии именно интереса ребёнка и возможности воспринимать. Не может ребёнок там час-двадцать трёхлетний высидеть в спектакль, или больше часа шестилетки сложно, либо это два акта должно быть. Ну, это какие-то такие законы технического характера. Да, и вот, как Вы уже сказала, да, не то, что какая-то снисходительность есть, да, если я делаю 6, я вижу, значит, ребёнка что-то понимает, грубо говоря, а трёхлетний тоже понимает. Он тоже понимает, но по-другому, и поэтому всё равно артист должен быть максимально чист, максимально точен, чтобы не было, да, каких-то там… Тюканье или… Ну, вот этого вот, да, я взрослый, сейчас снизойду вниз к ребёнку. Да, для артиста это очень большая нагрузка, и на камерной сцене особая. Особенно. Потому что ты под прицелом, под пристальным взглядом ежесекундно. А у нас ещё есть актёры, которые практически не уходят со сцены на протяжении всего спектакля. Потому что этот ребёнок, который смотрит трёх, он реально верит. Он реально верит, что ты там какой-то персонаж, он верит, понимаете, он всей душой верит, а ты, если ты как-то там чисто не работаешь, с ним не в диалоге, то… То зачем ты вообще пришёл и встал на это место? Поэтому надо так же работать, как бы, что с ним, что со взрослым зрителем. От души сопер там забрал, веря в сам вот это всё, а не то, что я сейчас пережду, вот этот получу какой-то балл, там, ну, вот у актёров есть там свои баллы, плюсы там, и уйду домой. Нет, нет, ребят. Ну, при этом, да, вы говорите со зрителем посредством, опять же, вот этого инструментария с помощью актёров. Вы приехали сюда, увидели, скажем так, труппу, состав. Вот, в принципе, насколько это сложный процесс, вот эти шахматы расставить на сцене, чтобы всё это взаимодействовало между собой? Начну чуть раньше. Мы сначала работали с материалом и искали какие-то источники, что бы нам помогло бы в этой пьесе, чтобы это было относительно с них, как Хаси, и всем, что-то было рядом здесь, чтобы это было ваше. Вот, и мы придумывали, искали материалы, там, про войлок у нас был диалог, там, про ткани. Сейчас у нас такой мир про вышивку, вот, да, у нас, вот, если и Хакаска, вышивка национальная, может быть, она здесь, ну, да, это всё, вот. А потом мы искали, прям, ну, мы рыли материал, как они работали, там, с теми дними, с войлоком и прочим. Потом мы приехали в театр, мы уже знали, кто у нас, какие, естественно, персонажи, и мы уже точно выбирали артистов, прям, грубо говоря, такой, как бы, некий... Уже под написанную пьесу. Уже под написанную пьесу уже, как бы, мы понимаем. Это уже такой, такой, уже практически кастинг. Да, ансамбль собирали, да. Ну, и тем самым, ну, такой текстовый образ, вы, ранее он, да, был создан, и под него уже под эти критерии... Да, 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 и мы понимали, какая должна быть бабушка, да, потому что мы её уже у себя в голове частично сложили. Бабушка – это один из персонажей у нас. А, да, да, бабушка, да, да. Мы уже сложили, и поэтому мы с этим, как бы, информацией приехали, и уже сидели, и вот, и смотрели. Ага, ага, и у нас был диалог со всей группой по очереди, и мы вот высматривали себе, кто бы как мог себя проявить в этих ролях. Ну, на мой взгляд, опять же, вот как зрителя просто, постановка премьера должна быть, ну, такой весьма динамичной, чтобы ребёнок вот был полностью прикован взглядом, чтобы он там ни на что не отвлекался. Ну, вот как обычно, ребёнок смотрит мультики по телевизору. Красочно, ярко, много звуков. Так ли, вот у вас выглядит динамика, или всё-таки она имеет какие-то нарастающие, спадающие темпы? Ну, у нас есть нарастающие, спадающие темпы, да. Нет, в любом спектакле. Не всё на одной ноте. В любом спектакле, и для взрослых, да, есть свой темпоритм. Да, это вы говорите про устройство, ну, как бы, любого произведения искусства, которое имеет временной отрезок. Любая музыка тоже так строится, чтобы держать внимание. Как, кто сказал, режиссёр, это тот, кто организовывает внимание зрителя. Ну, вот, собственно... А, как бы, вы спрашиваете про то, что у нас есть вот эта вот клиповость. Определённая, да. Клиповость. Ну, во-первых, у нас тут есть артисты живые. Да, как бы, он может замолчать и держать их. Не обязательно вот каждую минуту, там, каждую секунду мелькать. Он может просто взять и замолчать. И в этой паузе будет событие. Хотя ничего вроде бы не будет происходить. Просто мультфильм – это немножко другая техника. Да, вот. А здесь есть артисты живые, и есть, конечно, есть пауза, есть, где действительно есть какой-то такой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук на сцене. Бабушка у нас на сцене. Бабушка Сарын. Бабушка Сарын. И она как хребет, она скелет спектакля. И на ней вся основная нагрузка. И она на сцене. И у нас обе бабушки заслуженные артистки. И уже в возрасте. И они всю... Все. Весь спектакль на сцене. И они держат... У нас сбылась мечта поработать с бабушкой. Да. И они держат это внимание. Надеюсь, что его держат до конца. Да. Площадки, да, абсолютно разные, с которыми вы работали и работаете. Это в том числе и малые какие-то поселения, о чем вы также сказали в начале эфира. В чем вот заинтересованность сегодня режиссера-постановщика ехать в глубинку, на ваш взгляд? Ну, отчасти, наверное, и наш регион можно назвать глубинкой. Ну, для нас это путешествие. Ну, правда, вот такое, где ты помимо того, что ты как турист, то, что мы еще позволяем себе куда-нибудь там вечерами. А вот сейчас театр был на гастролях, у нас по полдня было свободных, и мы ездили, смотрели здесь невероятную природу вокруг. И для нас это путешествие такое вглубь, потому что ты работаешь с людьми, которые здесь живут, ты работаешь плотно, потому что театральный процесс – это работа на очень короткой дистанции относительно друг друга. и ты узнаешь не только это место, там, как турист, да, о, посмотрел, какая красота, ты узнаешь людей, они несут свой культурный код. Особенно мы работаем в национальном театре, что очень здорово в плане познания каких-то глубинных вещей, которые в Хакасии заключены. Вот. И для нас это действительно интересно. Мы очень любим вот это изучать. Вот такие моменты. И то, что Антон говорит, что мы стараемся спектакль связать всегда с местом, в котором они рождаются. Это, ну, вот, как бы для нас важный элемент процесса, что ли, вот самого творчества. Что это здесь, это сейчас, это вот ваша земля, да, и это на вашей земле происходит. И, например, там, ну, мы там здесь затрагиваем одну тему, например, вот мы делали под Воронежем, там мы брали глину воронежскую. Мы брали историю Греции, но делали с глиняной игрушкой карачунской, которая под Воронежем сделана. Ну, как бы. То есть это не всегда фольклор литературный. Это может быть вот такой перевёртый, что совершенно не фольклорная история, но сделана с применением там, визуального ряда того места, которое делается. Да, и мы, там, актёры говорят, что вот мы работаем с глиной, а глина-то вот она, под ногами. И уже зритель понимает, что он уже в материале сам вот в этом пространстве находится. Мы ещё со сцены их убрали, они прям по глиняному полу, ну, по бетонному, грубо говоря, полу играют этот спектакль. То есть не на возвышенности, а так вот внизу, наоборот. Как если бы это был какой-нибудь вот древний театр, где вот эти амфитеатры, значит, ряды расходились вверх. И здесь мы также всё это к месту, к месту, к месту, к вашей земле. Не будем говорить, наверное, спойлили, да? Не, не будем. Буквально чего тут осталось. Шесть дней до премьеры. Ну, это тоже часть вашего антропологического процесса. Если всё-таки вот этот статус, скажем так, упоминать, что режиссёры-антропологи, то в некотором смысле, да. А за что уже, может быть, глаз зацепился, на что обратили внимание, вот, с окружающей, скажем так, среды? Ну, удалось бы тоже поизучать, да? Посмотреть, да, мы даже были в заповеднике закрытом, там, где... Углазили. Да, где вот эта гора, сорокозубка. И, ну, вот на одном кусочке земли столько всего, мы съездили на юг, где леса, где горы, вот эти степи. После премьеры поедем на восток. Это, конечно, поразительно, как меняется ландшафт. То есть ты едешь, и вдруг у тебя поля ирисов. Такое в жизни никогда не едешь. Ну, не ирисы, они как-то называются. Ну, похожи на ирисы. Нам потом сказали, как... Да, у нас ещё жарки есть у нас ещё. Есть жарки, это жёлтые, да. А это сиреневые. Какие-то уна-пэ, какие-то линакэ. Ну, да, мне как-то сказали, что как-то ещё по-своему есть местные названия. Ну, так они похожи на ирисы. И вот только ирисы закончились, начинаются там, значит, бескрайние вот эти вот виды на холмы, которые вообще невозможно их никак снять на телефон, потому что ты не можешь передать этого масштаба. Потом этот енисей с протоками, разливами. Ну, то есть, и это всё, фактически ты вот как-то едешь по дороге, и это всё за один день ты проезжаешь. Это, конечно, впечатляет. И мы ещё забирались на гору напротив... Да-да-да-да-да. Кунтак. Кунтак, да? Кунтак. Вот. И там ты стоишь и не веришь своим глазам, и не можешь, как бы что ли, нету ещё, хотя мы много где были, там... И нету ощущения такой связи у тебя с этой картинкой, что ли. Потому что она настолько больше, чем ты, она такая объёмная, она такая мистическая, и она такая великая, что ли, что у тебя не хватает каких-то нейронных связей, чтобы её к себе принять, что ли. Может быть, это нужно дольше здесь находиться, и дольше жить, чтобы действительно это почувствовать. Потому что вот на юге, например, когда в горы, мы прям, о, ну как красиво. Вот там вот просто можно сидеть, на водохранилище мы были вчера, значит, или на берегу Енисея, и смотреть эти сопки, значит, меховые, зелёные. И ты там сидишь, и да, и ты это принимаешь, потому что у тебя есть какой-то, видимо, опыт, как-то, значит, со Средней Россией, или вот там с Кавказом, где мы там бывали. А вот эти степи с её лысыми, значит, холмами, с какими-то жёлтыми этими самыми полянами, выжженными какими-то уже, значит, сидеющими этот ковыль распустившийся. Это невозможно так вот почувствовать. Это что-то, это апеллирует к какому-то незнакомому тебе органу чувств, вот когда ты это смотришь. Правда, это очень ошеломительно. Пока так. То есть перед поездкой вы какое-то место, там, не знаю, в душе, в принципе, восприятие вот оставляете. Он пустое, вы его заполняете, опять же, сходя там, не знаю, с самолёта, с поезда. И вот пошло изучение, и потом это всё уже, может быть, и выливается, в том числе, вот в текст, в постановку. Ну да, и потом, ведь, ну как бы, как сказать, ведь театральный процесс, это не то, что, значит, вот Саша Плотников написал по заказу театра пьесу, значит, режиссёры пришли и такие, давайте налево-направо, тут присядем, тут громче, там, это же всё не так. Ты когда репетируешь с артистами, артист тебе сам предлагает что-то, а если ты ещё любишь наблюдать, то ты видишь, как они друг с другом общаются, как у них что-то, из этого тоже что-то вырастает, ты видишь, как на каком расстоянии люди друг с другом общаются, там, ну то есть, как принято, потому что у каждого, знаете, да, что клоуны, прежде чем дать представление, они ходят на рынки. Изучают и изучают местных жителей, смотрят, на какой дистанции они, как они общаются. То есть, насколько близко, комфортно он может, как клоун, потому что клоун действует, да, тоже на короткой дистанции, часто очень, насколько он может подойти безболезненно к конкретному человеку, дай на национальность данного места. Вот такая штука есть. Ну и здесь ты, как режиссер, тоже смотришь, что они предлагают, куда их ведет этот материал, потому что они также же работают с этим материалом, у них есть затея, и у актеров есть свой разбор, что они там видят. И вот это интересно. Да, вот этот вот национальный мотив, вот эту поэтику, наверное, вы ее, может быть, с какого-то определенного раза, да, понимаете, улавливаете, это именно читку или какие-то такие вот моменты, когда стыкуется текст. Вот здесь вы, скажем так, ориентируетесь на поведение актера, на его, скажем так, вот именно национальное какое-то представление или все же вы его в какую-то определенную форму это совместно. Конечно, у нас есть затеи, ну то есть у нас есть какое-то видение, и потом мы смотрим на актера. Невозможно. То есть это не такой не тотальный режиссерский театр ни в коем случае. То есть для нас, во-первых, важно, кто это, для нас важны личности, которые играют конкретные роли. И мы, чем больше мы можем проявить там личность, чтобы она стала, ну как-то засияла какими-то вот своими кристаллами, тем круче. Личность актера. Мы отталкиваемся от артиста. Мы понимаем, какой он должен быть, но все равно мы идем от него. Если артист там, ну он выше своей головы выпрыгнуть не может, значит мы как-то переформатируем и пытаемся... Помогаем ему. Ему еще что-то открыть. Да, а он помогает нам, потому что он живет в одном периоде, темпо-ритме. Он такой, он немножко другой. И вот мы начинаем лепить, 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 и как-то вот... А потом вот все это обрабатывается, кристаллизовывается в какой-то персонаж. Вот. Конечно, от индивидуальности зависит. Ну рождение персонажа никто не отменял. Это долгий процесс, невозможно так раз прочитать, все понял, пошел сыграл. Ну такого не бывает. Ну вот в том году, кажется, театр Топанова ставил у себя вообще ирландскую драматургию, ну там речь вот именно о взрослой аудитории. А у вас вот да, речь идет в принципе о детской национальной драматургии. Вот на ваш профессиональный взгляд драматургия иностранная, российская, пускай как это другая, имеет вот какие-то единые мотивы, что с ней можно работать на любой площадке, в любом театре русском, национальном. Имеется в виду какая еще драматургия, я не поняла. Да, вот была ирландская драматургия, а вот есть национальная та же самая драматургия. Вот она имеет какие-то единые мотивы. Ну, любая драматургия, как правило, имеет мотив человек, ну в смысле, да, изучает человека и театр, наверное, тоже. И поэтому, конечно, в этом плане, ну если это качественная драматургия, мы говорим, да, о каких-то там серьезных работах, то оно касается ну таких вещей, которые общие для всего человечества. Пока мы живем в там социуме там, понятно, что есть, ты приезжаешь, вот я недавно выпускала в Владикавказе, у них своя история, у них свои обычаи, у них свои нравы, у них свои отношения друг с другом, ну то есть здесь другие отношения, нюансы, ну например, там история предательства, как в Владикавказе есть, так и в Абакане есть история предательства, вот, история любви есть и там, и там, то есть с этой точки зрения драматургия, ну, как бы, она есть драматургия, чтобы её темы и идеи, они были, ну, высокой драматургии, да, я имею в виду, не экспериментальной, потому что экспериментальные вот современные вещи, они иногда очень сильно завязаны, например, на сайт-специфик, или, например, на определённые группы социальные, да, там, социальный театр, то есть тут вот уже надо смотреть, потому что, например, те проблемы, которые есть, например, в республике Хакасии с точки зрения там социальной, нет, например, в стране Австралии, то есть там, что касается, да, там какой-то там драматургии социального театра, наверное, там можно говорить о таких различиях, которые бы были несовместимы там между людьми. Вот ещё из описания справочный материал, который у нас сотрудники театра предоставляли, вы, Ольга, также композитором являетесь, и этот навык также вот в этой постановке важен. Навык важен, да-да-да. Я не здесь слышу, как могу. Да-да-да, я просто первый раз такое слышала. Очень мне повезло, здесь есть ваш Аржан Туденев, и мы с ним провели замечательные два дня на студии, это был подарок небес, и теперь я из того, что мы записали, делаю саундтрек, соответственно, мы причём с ним как договорились, мы импровизировали, то есть я наговаривала, и он тут же играл, и мы тут же писались. И я вообще думаю... Да, ну то есть я говорила что-то, и вела его, вела, там, например, здесь так, здесь так, и он тут же отзывался, ну музыкант шикарный, крутой, и мультиинструменталист, мы сразу мультитреки писали, мультитреки – это что? Я записал, грубо говоря, бубен, потом сверху слышу бубен, тут же пою, вот, и, ну, я получила громадное удовольствие с ним работать. Я вообще думаю, что может быть, если сейчас у меня лето, более-менее разойдутся работы, то я диск, может быть, сделаю, ну то есть тоже там как смонтирую, с электроникой, с обработками каким-то, ну так как я слышу вот тот материал, который мы с Аржаном записали, вот, что это будет не просто саундтрек к спектаклю, что, возможно, мы выпустим какой-то небольшой диск. Ну, в Яндекс.Диск там, ну, понятно, что виртуальный, уже такие никому не нужны, да, кругленькие. То есть будет он опубликован на... Да, ну это вот такая мечта, да, да, ну вот надо со временем распределиться, потому что материал кайфовый. Мне кажется, даже зрители, пришедшие на этот спектакль, почувствуют его силу, вот, серьезно. Там есть пара треков, которые, которые космос, ну, просто космический. То есть мы вот сидели, и как-то так разогрелись, и Аржан так поверил, и расслабился, и это была просто абсолютно чистая, красивейшая музыкальная мысль. И причем такая она... у него такие мысли, они очень структурированы, очень точно чувствуют форму. То есть я вот когда отслушала, причем на студии, это не сильно, ну, как бы, не сильно так чекало, потому что, ну, ты там контролируешь много всяких процессов. А когда начала уже работать над музыкой, к спектаклю, я поняла, что у него очень... он структурно мыслит. Еще очень круто. Помимо того, что музыка для него, язык просто вот, как мы с вами говорим, Аржан так же играет. Это колоссальный опыт, кайф. Вот за одно это просто огромное спасибо, что нас Казнов позвал работать. Это прям здорово. Ну, тем самым можно предположить, что у нас минимум каких-либо заимствований. У вас, ну, можно сказать, чисто лист, вы пишете музыку сами, может быть, там... Мы заказали, ну, не мы, театр заказал пьесу, да. Это тоже специально пьеса написана для театра. Ну, не все идут, режиссеры-постановщики, таким сложным путем. Да, но мы не всегда так и делаем. Сейчас, кстати, сейчас, кстати, даже недавно Руднев написал, что сейчас очень много как раз вот начинает работать союз композиции, режиссера и драматург, ну, команды, да, и они вместе сидят и сочиняют его. Еще и продюсерские бывают истории. Собственно, и раньше тоже, вот Мещане, это то же самое, да, это МХАТ вместе с Горьким написали вместе. Это не то, что в отдельном... Это вот именно театральная, это театральная драматургия, вот, которые... Вот они в союзе. Мещане вроде, но не точно. У нас есть так называемая творческая лаборатория, у нас молодые драматурги пытаются, да, что-то воспроизводить, писать, и потом это опытным театралом показывают. И это станется, в том числе, у нас вот на малых сценах, есть у нас там драматические театры, Эмиль Лермонтова, там на крупной сцене даже бывает ставят. А вот на сегодняшний день, есть ли какая-то вот такая, опять же, пускай детская драматургия, современная, вот есть ли современный материал, с чем работать на сегодняшний день. Да, конечно, есть большие тоже фестивали, и есть большие, как это называется, тоже и лаборатории каждый год проходят по разным уголкам России, не только в Москве. И детская, и Ремарка, и Любимовка, кстати, тоже сейчас делала читки детских пьес. Нет, сейчас драматургия развивается. Да, недавно пьесы были. В «Согласном театре кукол», там собирают именно для театра кукол пьесы, и не только читки, там даже целая лаборатория. И там они смотрят не на предмет будущего спектакля, а на предмет живучейся пьесы, грубо говоря. Они даже не смотрят не как режиссер поставил, как обычно на лабораторию приезжаешь, там ты поставил этот, и тебе, ага, хорошо, давайте ты ставь этот спектакль. А они смотрят именно пьесу, рабочая ли она на сцене. Ну, то есть, насколько она долгосрочна, не будет ли она неактуальна, там спустя, например, год? Ну, не знаем, как смотрят. Мы не критики, театральные, и тем более не литературные, поэтому, как смотрят, не знаем. Но затея такая. В принципе, любой, наверное, национальный эпос, он насчитывает там тысячи томов и прочего прочего. Ну, наверное, это физически как-то сложно объяснить, и вот тоже мы это разбирали в том числе по поводу хакасского эпоса. А вот, я думаю, что отчасти вас это заинтересовало, продолжите или, может быть, изучать в качестве, может быть, какого-то, не знаю, там дальнейшего симбиоза, что это будет проявляться в ваших дальнейших работах вот в других даже, может быть, регионах. Ну, я так могу сказать, мне кажется, что любой опыт, он все время с тобой. Вот это правда. Вот потому что, особенно если твой опыт связан с какими-то мощными, сильными впечатлениями, и ты даже, ну, как это сказать, неосознанно его внедряешь и им оперируешь. То есть, он у тебя остается с тобой в таком вот багаже, который ты потом применяешь. Изучать, да, было бы интересно, но это вот надо смотреть, как у нас жизнь повернется творческая, потому что, ну, в зависимости от того, над чем ты работаешь, ты туда и погружаешься. Сейчас мы здесь, мы здесь живем, мы здесь вот с ребятами возимся, и как бы ты вот здесь, конечно, и тебе вот это все интересно, и ты в этом. И в любом случае, после каждого спектакля ты не можешь быть прежним. Это такая история. Казалось бы, там уже пошел двадцатый спектакль, да, и все равно ты заходишь, ну, заходишь, то есть, начинаешь его делать с волнением, расстаешься, если ты уезжаешь, грубо говоря, из города, расстаешься с какой-то, значит, таким, ну, часть остается твоей любви здесь, ну, вот, и все время я удивляюсь, что, как бы, казалось бы, уже этот вулкан должен потухнуть, но нет. Ну, долго тухнет. Ну, долго тухнет, да, да, да. И все-таки это волнение, ну, и всегда хочется быть честным, внятным, и, ну, как бы, внятным в плане мысли и формы. То есть, ту идею, которую ты преследуешь, очень сложно из мира идей, да, вот, придуманных, все это сделать, овеществить так, чтобы оно хоть как-то соотносилось с той идеей, которая у тебя есть в голове. Да, в голове все идеально. Потом, да, потом артисты, это, 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 это. Костюм, свет, звук, техника, проектор не приехал сегодня, понимаете, и все такое. В сложности, да, возникает даже, когда ты с таким произведением ездишь, а когда ты приезжаешь в каждый регион и начинаешь по новой, грубо говоря, работать. Да, вот я в начале нашего диалога не уточнил, давно ли вы вот в таких, скажем так, разъездах, в изучении российских регионов находитесь? Нет, ну, у нас нет цели изучить регионы, а, ну, ну, да, периодически, вот. Ну, раз в год ты точно ездишь, Вот, сейчас в Волг, да, поедем. Ну, там, не республика, но все же там другой мир. Да, другой фольклёр. Другой фольклёр, да. Другие люди, другая ментальность, другой ритм, да, другое отношение между людьми. Угу. Я после как раз Владикавказа мы поехали на распределение ролей в Вологду, и у меня просто была такая разница. Я говорю, вы понимаете, разница в шутках, все шутят по-разному, и у меня вдруг в Вологде я поняла огромную, колоссальную разницу шуток в Владикавказе, потому что все равно среда одна и та же, да, там все равно музыканты, актёры и примерно одна природа человеческая, потому что, да, там инженеры, например, в Вологде и в Владикавказе в любом случае ближе, да, там друг к другу, чем актёры и инженер, да, то есть актёры и актёры, там как-то это. И природа та же, значит, всё, а шутки разные. Вот, я так сильно отследила, почему-то именно по шуткам в этот раз, что, ну, хотите, расскажу, в чём разница? Пожалуйста. В Владикавказе никогда не шутят, знаете, как это, наша дочь говорит, я вас пранкую. В Владикавказе не будет пранковать или как там, типа стебать там тебя, вот, да, а в Вологде постоянно, то есть нужно постоянно поддеть, артисты друг друга поддевают, ну, тоже и там, и там молодёжь, но вот шутки совершенно разные. Но весело везде, при этом. Особенно. Да и не в Хакасе весело. Да, 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 да. Очень весело. Вы работаете с разновозрастными актёрами, вот сказали, что интересно поработать с бабушкой. Да. можно, скажем так, актёра средних лет, молодых загримировать. То есть вот такая натуральность. А как вы загримируете молодую, когда она на полтора метра, ну, то есть что-то будет загрим, такой, на камерной сцене, мощный грим, ну, это либо какой-то должен быть специальный ход, такой, чтобы... Да всё равно, даже как-то не гамеровал бы, наверное, всё равно... Не, ну, если специально придумать, что вот молодая играет бабушку. если, если, да. Как бы, да. Как будто ход такой должен быть. Просто а зачем? Всё равно, как бы у неё своя энергия. Ну, по крайней мере, в этой сказке, вот, не предполагается, что в этой работе, что у нас молодая играет бабушку. Тем более, у нас две классные, заслуженные артистки РФ на этой роли. И когда у театра есть такой арсенал разновозрастных актёров, не надо гравировать. Ну, то есть, здесь минимум усилий как-то погружать, опять же, актёра в образ. Ну, то есть, да, национальный наряд. Да нет, и зрителю не надо объяснять. Ну, то есть, и ребёнок пришёл... Если ты загравировал человека, там, молодого человека, или там, молодую, там, девушку-паду-бабушку, значит, ты должен это как-то объяснить зрителю, для чего ты это сделал. И ребёнку. И ребёнку. Для чего? Ну, мы же видим, зачем ты обманываешь, и они ещё порой так делают. Зачем это надо? Нет, это либо такой ход, либо нужно понять, почему она сидит... Ну, это уже, там, смешно, конечно, если это... Ну, для нашей истории было бы смешно, для нашей. Будь это более какой-то эксцентричный, например, театр, может быть, был нормальный. У нас затея другая. У нас вот в Москве работаем как? У нас же частный театр, вот, и мы работаем с артистами из разных театров, и мы подбираем тоже, как бы, порой на типаж, но есть, как бы, костяк, а есть, если нам нужен какой-то отдельный там возраст, возраст или там какой-то... Ну, типаж, типаж, мы стараемся искать. Или какая-то возможность актёрская, например, чтобы он мог играть и петь. Вот у нас есть там Роман Сарнацкий, который может, тоже мультиинструменталист, певец, причём диапазон голоса, тенор, база, значит, там всё на свете у него. Вот нам нужен был такой человек, и он у нас. и мы приглашаем, а не то, что там пытаемся что-то изобрести, какой-то велосипед. Нет, если есть возможность, почему бы и нет. Если нет возможности, значит, меняем ход. Ну, опять же, опираясь на ваш опыт, тем более, уже изучено определённое количество регионов в вашем кукольном, в принципе, театре, Таратумпус называется. Да, давно он был образован, и в принципе, с какой целью? С какой целью? Не было цели. Я не знаю, давайте поговорим о цели искусства. В чём цель искусства? С какой целью? Ну, поэтому... Просто он сам собой появился, в некотором смысле. Ну, мы занимались театром, и потом, значит, один наш друг, Павел Милославский, в Нижнем Новгороде, сказал, сделайте сами спектакль, вот сами с нуля. Мы сказали, ааа, мы не сможем, нет. Это ещё было, какой год? Девятый, да? Девятый, восьмой. Наверное, надо попробовать. Ну, вот так. Это вот реально вот так. Это была реакция просто нас вот так, как это сказать, в нас поверили, сказали, давайте, я вам помогу. И он спродюсировал, он взял на себя всю организацию, а мы вот занимались творчеством. И так вот мы первый сделали, он начал как-то идти, мы смотрим, опа. Потом, значит, второй, потом в Москве нас пригласили играть там в доме Булгакова. Там, говорят, поставьте у нас. Мы там сделали. Ну, и дальше, ну, а дальше ты просто отзываешься на пространство. Ведь, если что-то получается, как правило, пространство, оно не будет равнодушное, оно будет тебе помогать, ну, как бы, иди дальше, иди дальше, и будет тебе сырочек так вот выкладывать, чтобы тебя вел. Главное, внимательнее чуть-чуть к жизни, к тому, что происходит. Вот так, Таратумб. У нас даже название появилось так, что нам уже звонили, мы были тогда в путешествии с художником, кстати, этого спектакля, Марии Кривцовой, мы ездили, изучали Армению. Это был, наверное, одиннадцатый год. И нам уже звонит продюсер из Москвы и говорит, у вас спектакль, там, значит, через месяц, мне нужно выпускать рекламу, мне нужно выпускать афиши, пожалуйста, уже назовитесь. И мы вот так вот едем и смотрим, и такие, ну все, уже надо называться, никак придумать. Сложно, вот всегда. маленькая, которая, значит, так, в низине, ну то есть, все такое вот камерное, что-то в этом камерное, просто даже вот само это село, в честь которого мы, собственно, назвались, оно такое тоже отвечает, как бы, нашей любви и к этносу, да, это тоже вот такое, и вот к этому, к этой камерности, вот, и вот так вот получилось название. И многие тоже, вы тоже говорили не раз, что, да, театр кукол, театр кукол, а тут мы почему-то делаем спектакль в драматическом театре. Да. Вот. Да, мы работаем с куклами, мы работаем с куклами, и все наши спектакли, они так или иначе относятся, грубо говоря, ну, к театру кукол. Это может быть объекты, это может быть какие-то предметы, это может быть просто планшеты, да, это самое через что-то, через какую-то форму. Вот. И мы работаем также с кукольниками, Но у нас также много спектаклей именно с драматическими артистами, и здесь также в этом спектакле, в Национальном драматическом театре Минтапанова, их артисты работают с куклами. Но у нас куколы там, мы понимали, что мы идем в драматический театр, и там никакой сложной системы не будет. Значит, куколы, они такие достаточно условные, и мы делаем так, что кукла – это продолжение артиста, это его как бы второе «я», и здесь также вот у нас есть как бы вот Сара, есть ее куколка, которая меняется, потому что мы так придумали или не рассказывали. — Не рассказывали. — Не рассказывали. — Вот. Театр кукол – это возможно, что она физически поменялась. И здесь есть продолжение, и также мы вот и в других театрах работаем, и много работаем с драматическими артистами. А где-то есть кукол посложнее, но артисты, ну, мы их учим. — Ну, это когда у нас есть возможность учить. Это в Москве вот мы такое делаем. Потому что здесь мы понимали, что мы не можем предложить ребятам, либо тогда театр должен был нанимать репетиторов по куклам. И, ну, то есть мы за такой короткий срок не смогли бы обучить попадить куклы сложных систем. Это сто процентов. Да даже не сложных. Это совершенно иная энергия, совершенно иное прикосновение к кукле. Это, ну, там, за полгода даже не научишься. Но если только ты полгода будешь этому посвящён, то да. Но если у тебя ещё куча других ролей и работ, и ты на это будешь, там, пятым пальцем левой ноги, то, ну, эффекты минимальны, и просто потратится время. — И да, здесь эта кукла как дополнение, как вот продолжение артиста. — Ну, и как для него ещё выражение определённых его свойств и его, как бы, качеств. Такая вот штука. — Ну, то есть, да, определённые метаморфозы, я так понимаю, всё равно с куклой происходят, но не будем конкретизировать. И это, ну, проекция такая. Проекция, может быть, даже души, в некотором смысле, что происходит в этом момент с этим героем. Да, у нас тоже есть театр кукол-сказка, весьма, скажем так, популярный по Сибири, да, и по стране. И вот не так давно у нас как раз вот сотрудник этого театра кукол, Павел Шнягин, организовал вообще передвижную, так называемый, театр. Это просто, скажем так, у него всё, в чемодане есть реквизиты куклы находятся. Он встаёт на проспект у нас, вот проспект выходного дня по воскресеньям, и даёт представление. Ну, опять же, там, прохожим показывают какие-то определённые номера. И с виду, да, это выглядит, может быть, вполне просто, как оказывается, вот эта манипуляция, опять же, марионеткой. Но, то есть, ты должен, ну, вот свой, не знаю, там, мозг и всё остальное отдать вот именно этой кукле, чтобы полностью параллельно, скажем так. Ну, да, иначе будут смотреть на тебя, а не на куклу, минимум. То есть, если твоя энергетика остаётся тут, а ты здесь тут что-то трясёшь, даже если ты искусно это трясёшь, и все нити вроде у тебя что-то работают, но ты вот являешься через себя. Потому что можно же руку поднять, типа, вот так, да, а можно поднять, ну, если задал артист какую-то определённую обстоятельность, она может с определённой энергией подняться. И тогда это чувствуется, а не просто вот это вот. Да, это иная природа творчества. Это, как, знаете, вот это сравнимо, я ещё думаю, почему, значит, я, композитор, полезно, значит, в этот театр кукол, мне, значит, всё это интересно. Я потом как-то анализировала, потому что мне понятна эта природа, когда, понимаете, музыкант не высказывается непосредственно, как бы, вот, собой. У него есть скрипка, и вот он через скрипку, у него есть рояль, он через рояль. То есть, через, у него есть, ну, то есть, некий, как это сказать, где-то предмет, где-то язык, нота, да, символ, через который он действует, через который он общается с этим миром. И поэтому, может быть, театр кукол можно в этом плане сравнить с искусством музыканта, который, да, владеет там скрипкой, волторной, собственно, артист театра кукол работает с куклами. И так же тратит время, как и музыкант на их освоение. Пространственно, ну, опять же, на мой взгляд, ребёнок воспринимает всё то, что он видит абсолютно. И в какой-то момент, вот, нужно его фокус внимания переключить именно на куклу, опять же, если мы говорим про театр, чтобы он почувствовал, что она живая, что она с ним взаимодействует, говорит. Вот, вот, насколько это сложный такой процесс, вот именно, скажем так, уйти со сцены потенциально? Да, можно и на сцене стоять. Нет, ну, имеется в виду уйти со сцены физически, не физически, а ментально больше. Как ты туда погружаешь, почему ты в кукле? Ну, это объяснить этот... Ну, это как, да, вы хотите, чтобы мы объяснили, как это происходит, или просто, типа, сложно, не сложно, но это, ну, навык. И это, а, ну, типа, технически вырубили свет, положили луч, ну, там много всяких историй, ширма, световой занавес, если кукольника не видит. Можно ничего, можно ничего делать. Но вообще в современном театре кукол абсолютно необязательно прятать актёра. Можно ничего не делать, если ты точен, конкретен, если кукол у тебя конкретно задаётся... Ну, там, с ним ты едешь, например, да, недавно мы вспоминали томского знаменитого кукольника Владимира Захарова. У него есть уникальная кукла, которая надевает свою куклу на запястье. И он час просто сидит за столом, и у него просто диалог между им, он как, не знаю, как средатор. Он как Захаров. Как этим ёжиком. Он просто и разговаривает. Нет, ничего не происходит. Нет вот этих мельтешни, нет ничего. И они ещё говорят про тему, знаете, про сказки Козлова. Там нету какого-то экшена. И они про какие-то такие смыслы, про облака. И это настолько вот... Про какие-то тонкие материи. Тонкие материи, понимаете? И дети сидят вот так вот просто, и всё. И вот ничего нету. Никаких вот... Никакого клипового мышления не предполагается. А он вот конкретно с ним... И он в ней, в ней. И сам по себе в то же время. Он может от неё отключиться, что здорово. Он такой раз, 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 и там, и там. И это классно. Это выше пилотаж. Просто иногда, когда работают артисты, они, ну, на самом деле, драматически берут куклу, они начинают играть, грубо говоря, как они привыкли. Да, это его фактура, это его инструмент, а не кукла. Кукла, она как просто, как, не знаю, как стакан, да? Но стакан можно же повернуть просто, а можно повернуть и как-то направить энергию туда, что ты хочешь именно им сделать, там, увидеть какой-то этот мир. Да, но это всё равно, конечно, навык. Это навык и тренинг. Это можно научиться. Сколько ты не говоришь, да, пока ты это не начнёшь делать, и вдруг не почувствуешь эту магию оживления неживого. Вот эта вот история кукольника, да, оживления неживого, это какая-то тяга, наверное, человеческая издалека. Такая вот куклам вообще, как они, это же целая история, как этот кукольнициатор возник, и вообще зачем нужны были людям куклы. У нас в этом спектакле тоже немножко есть рассуждения по этому поводу. Ну так, если кому-то из взрослых захочется проанализировать, как же так получилось. Вот, то мне кажется, что вот эта тяга к оживлению неживому и вообще у кукольников вот это мистическое сознание, оно, конечно, ну, объединяет опять-таки кукольников в чём-то, ну, как бы вообще по свету, по миру. Вот у каждого свои настройки какие-то внутренние. Вот у кукольников, наверное, такая настройка и есть. У нас четыре с половиной минуты остаётся до конца беседы. Может быть, посетовать, может просто порассуждать, но всё-таки нужен ли сегодня детям театр? Вот мы начали беседу про, опять же, вашего ребёнка, что до трёх лет вот не особо воспринималось, сейчас вполне себе. А вот как ребёнка-то, нужно ли вообще туда вести? В хороший театр нужно вести, в плохой нужно бежать из плохого театра. Чтобы родитель понимал, хороший это театр или плохой, он должен сам ходить с ребёнком. И сам интересоваться, да? И сам интересоваться. Невозможно, если он сам не ходит на вечерние спектакли, как он вообще поймёт, куда он привёл своего ребёнка, насколько это будет, как это творческий ожог для ребёнка. Ну, то есть, есть действительно плохие опыты хождения в театр, и в том числе в театр кукол, и у многих, которые говорят, да, был я в детстве, Господи, Боже мой, никогда больше не приду. Ну, то есть, если родитель сам это не любит, он никогда не привьёт ребёнку к этому любовь. Ну, неважно. Это всё равно, что не кури, а самому тут же доставать сигареты. И то же самое, люби театр, люби книжки, читай, и сам не читаешь. Ну, то есть, это вот такая же история, наверное, так. И тогда, если ты сам интересуешься театральным процессом и искусством, то тогда ты сможешь развить свой вкус настолько, что тебе позволит судить, стоит ли ребёнку смотреть это или не стоит. Ну, то есть, вот так, наверное. Ну, к нам вот, скажем так, на детский спектакль иногда приходят просто без детей. Да, бывает такое. Даже сейчас в Абакан к нам на премьер приедут из Москвы без детей. Ну, да, вот так вот, да, круто, круто. Они так же совмещают какой-то свой там мини-отпуск. Да, вообще вот этот культурный туризм классно. И на премьеру съездить, и потом ещё съездить, посмотреть, ошалеть от этой красоты. Воронеже там целый десант московский приехал тоже. Ну, круто, давайте в Абакан съездим. Ну, какое-то и событие. Да. Ну, то есть, всё равно какую-то пояснительную, справочную информацию взрослому нужно прочесть перед, опять же, спектаклем, куда он, собственно, ребёнка... Ну, по-разному, по-разному. Ну, где-то есть, если это сложнее, если это какая-то литература серьёзная, то можно, если это там 12+, то ребёнку самому уже интересно. Вот я прочитал, а как они это сделали? То есть, у него там уже будет двойное дно. Тут ещё от ребёнка зависит. Кому-то зачем-то это нужно, кому-то для красоты, кому-то для того, чтобы решить какую-то проблему. Если есть... Вот мы же описываем про что, да, там про страх. Если есть какая-то такая штука внутренняя, да, что хочется про это поговорить, не знаю как. Пошёл в театр, начал обсуждать Сарен. Почему, значит, что там такое происходило? Вышел на какие-то темы. Ну, то есть, это тоже может быть каким-то оружием, так скажем. Или сейчас, ну, как у нас, например, сейчас мы что-то видим там. О, смотри, ты как Сарен. Или у нас дочка теперь говорит, ну, я как Сарен, да, боюсь там чего-то. Такие-то ещё вещи. Ну, и сразу легче становится. Я переношу частичку какого-то своего, значит, переживания. Могу уже назвать его, потому что я увидела это. Ведь очень важно почувствовать, что ты не один. То есть, ты не один, и ты не одинок в своих сомнениях, ты не одинок в своих предчувствиях, ты не одинок в своих страхах тоже. Ты не одинок. И такое вот это вот развитие эмпатии, то, что предоставляет хороший театр ребёнку, развитие эмпатии, расширение мира, расширение его кругозора познания и человека в том числе, и через спектакль самого себя, в конце концов. Вот. Так что приходите на премьеру 15-го, 16-го числа. Ну, нет, ну, он дальше, можно и не на премьеру, там, по-моему, уже мест нет. Ну, не только на премьеру, но да, я просто говорю на ближайшие дни, я не знаю, там продано или не продано. Ну, видимо, говорят, что продано. Там 10.30 и 17.00, ну, а дальше уже, наверное, после отпуска. А дальше после отпуска будет это всё в... Театр продолжит, да. В репертуаре. Да, постепенно будем завершать, у нас 40 секунд остаётся. Благодарю вас за беседу. Ну, даже для себя определённые выводы сделал. У меня тоже потихонечку дочь подрастает, и надо тоже приучать уже к этому. Да и самому приучаться. Потому что к своему стыду я о театре разговариваю, но очень-очень редко там, собственно, бываю. А в гостях у нас находился Антон Карипанов, режиссёр-постановщик. Также у Игоша Айдулина, режиссёр-постановщик, композитор. И также являются наши гости, обладателями национальной премии «Золотая маска». Далее мы уже будем переходить наш вечерний эфир. Это 19 часов новости традиционно. Потом сегодня пятница у нас, да, всё-таки пятница. Будут готовить там разные блюда, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. В общем, развлекательная программа вас ожидает. Всего доброго. До свидания. Всё, мы пошли из кадра.